Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Мы с вами в Краснодаре на малой арене Академии одноименного футбольного клуба. Ну а на этом уровне тайм уже длится все полные 45 минут. Возможно, игровое преимущество. Но в самой концовке встречи на последних минутах Арсений Попушой оформил дубль и принес победу краснодарцам. А вот здесь они должны были открывать счет уже на второй минуте матча. Но вот этот молодой человек, сейчас он повернется, мы поймем с вами кто это. Это как раз и есть Арсений Попушой. Краснодар гораздо южнее Москвы. Но жители Москвы, ох какой удар неожиданный. Закрыт был голкипер своими и чужими игроками. Поэтому поздно среагировал на удар второго номера «Спартак». Ох какой проход, передача и можно забивать удар 1-0. Быстрый гол все-таки состоялся в этом матче и автором его стал Максим Богданец. Ну а кто же проход такой фантастический совершил? Хабаров что ли? Я думаю, что в этом забитом мяче доля ассистента, наверное, даже превышает долю автора забитого мяча. Черно-зеленые с таким счетом разделались в этом дерби. А вот здесь выход 1 на 1. Это Попушой. Ну вы все видели сами. Решил между ног, наверное, немного издевательски направить мяч голкиперу. Между ног-то попал. И снова опасно. Это Богдан Мацола. Центральный защитник прибежал, но угловой пробил. Но попал, по-моему, то ли в голову, то ли в плечо. Тоже центральный защитник, как и Богдан Мацола. А у нас свисток арбитра. Фиксирует, что первый тайм подошел к концу. Начался второй тайм. И к воротах 22 номер. Девятый Данил Борцов. Восьмой Андрей Журин. Двадцать первый Андрей Марков. Четырнадцатый Валерий Озеров. Удар поворотом. Штанга. Дедяев едва ли не первым же касанием мог принести команде второй голевой успех. Давайте посмотрим этот момент. Вот он заброс вперед. Дедяев опережает соперника. Бьет. Касань. Доворот метров 25. Неплохой удар получается у второго номера спартаковцев. Михаила Пыхчеева. Но мяч проходит где-то в полуметре над перекладин. Владение мячом за спартаковцами. Это понятно. Ну а краснодарцы контратакуют. Как близок сейчас был Авагумян к тому, чтобы забить второй мяч. Справа и зарядил в дальнюю девятку. И по-моему даже поближе, чем у Пыхчеева мяч прошел. За главную команду сыграли. И снова Мацола здесь. Удар по воротам. Положение вне игры. Ну и судя по всему, офсайт даже никто не оспаривает. Потому что, ну буквально там приклеился 13 номер Спартака. Вот он, который и начинал эту атаку к штанге. Мяч выносится к центральному кругу. И вот он долгожданный, я думаю, для всех участников этого матча, свисток. Потому что все отдались игре на 100 и больше процентов. Продолжение следует...